Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о розе. Вы купили, значит, куст розы и как вам его сохранить? Заходите на наш сайт и выбирайте крышку люка. В основном мы куст розы покупаем раньше, в феврале, в марте, потому что боимся, что к началу сезона наши сорта излюбленные раскупят. И вот как нам сохранить наш саженец? Если у нас не пошли еще вот такие свежие отростки, мы можем спокойно хранить наш саженец в холодильнике. В холодильнике при температуре 0-3 градуса он у нас не начнет расти, и можно его хранить до 2 месяцев. То есть мы спокойно розу нашу сохраняем. Если у нее уже пошли вот такие отростки, то высокие, вот такие вот крепкие нам надо обязательно удалить. Они у нас сосут питательные вещества из стеблей, из корней, и такие большие мы удаляем. Небольшие мы можем оставить и также убрать саженец в холодильник. Второе, как мы можем спасти нашу розу, значит, до мая, когда мы ее будем высаживать в грунт, мы можем ее посадить. Посадить мы можем ее в горшок. Но опять же мы сажаем, если у нас есть прохладное помещение. Если у нас есть лоджия застекленная, то можно посадить розу и вынести ее на лоджию. Конечно, если минусовая температура, мы заносим на ночь наш горшок с розой в квартиру, а потом мы опять ее выносим. Какой плюс? Здесь у нас роза очень хорошо укоренится. У нее будет обильная корневая система, начнет расти, и она путает весь земляной ком. Роза у нас постепенно начнет просыпаться, у нее начнут появляться новые побеги, почки. И уже в мае, в июне мы не будем торопиться, во-первых, быстрее посадить. У нас будет время. То есть роза у нас в горшке. Она укореняется, растет, и спешки нет. Мы можем ее и в мае, а также в июне приехать и пересадить. Методом перевалки мы ее просто из горшка вынимаем и сажаем ее на наше постоянное место обитания. И стресса такого не будет. Она у нас очень хорошо переживет эту пересадку. И это плюс. Но опять же, если у вас балкон или лоджи не застеклены, этот метод вам не подходит. При хранении саженцы розы в холодильнике ее надо вынимать раз в неделю и опрыскивать. И желательно упаковать в крафт-бумагу нашу верхушечку. Значит, при выращивании розы в горшке, какие могут быть минусы? Минусы могут быть такие, что завестись паутинный клещ, как правило. И чтобы на что не завелся, мы почаще опрыскиваем розу. Если он завелся, то мы обязательно фитосфорином обрабатываем нашу розу от паутинного клеща. Вот это единственный минус. При больших вот у нас ростках мы их обламываем. А многим жалко, и они хотят их укоренить. Укоренить их невозможно. Если мы ставим их в корневин и пытаемся укоренить, эти ростки не будут расти. Поэтому просто мы не жалеем, обламываем ростки, чтобы сохранить питательные вещества в стебле и в корне. Не жалеем, не получится у вас. Самый оптимальный, самый лучший способ хранения, это, конечно, в снегу. Когда мы покупаем розу, если у нее есть даже небольшие вот такие отростки, самое лучшее это прикопать в снег. То есть разрез, прикопать, и там она у нас сохранится. И у нас могут быть минусы при выращивании розы в горшке. Это заражение розы паутинным клещом. Для того, чтобы клещ не завелся, мы опрыскиваем розу как можно более чаще. Если паутинный клещ все-таки завелся, мы обрабатываем фитовермом или окторой. Вот такие вот нехитрые советы по уходу за саженцами роз. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Заходите на наш сайт и выбирайте кресло-качалку.